Это микрофон Андрей Аншерот и сегодня ранним утром Вроде как мы должны были начать гораздо раньше, но как видите, что команда уже только лишь сейчас была готова И первая бест 3 на сегодня Матч на выбивание группы А, да, насколько я понимаю Торгет против Эго и первая бест 3 на сегодня Начало уже с пистолетки, довольно-таки плотный И между прочим кустом стил из Икеи делаю 4 минуса на приемке Аплента Группа сбирает нас на размине кусту Так, надо мне, наверное, даже хрей включить, а то как-то... На самом деле было довольно-таки забавно Так, и что нам еще надо? Нам надо камера стоит, все стоит и вроде как все хорошо Всем еще раз доброе утро, да И надеюсь, меня слышно, потому что я что-то как-то вообще в страхе В страхе от того, что сегодня утром произошло Могу рассказать много чего интересного Ну и вот, да, сам себя слышу даже, зашибись Вот так вот оно и должно быть Ну окей, что же, команда Эгул покупает обычные пистолеты без армора Как вариант, да, тут для этого раунда будет весьма неплохо смотреться Возможно, даже какой-то раш в исполнении этих пистолетов с гранатами Мы с вами увидим в сторону базы Б Хотя вот пока что поляки концентрируют внимание в районе верхниза Вот уже стягиваются под Б апарты И, соответственно, далее мы с вами будем видеть выход А выход, ребят, под направление плента И вот уже на минуте 20 Первый раз кид СВЭК закрывает фунт На проход на плент СВЭК принимает еще и Пичара Размин от Груби Изи Кей забирает с тормозов Груби на пленте И проход от Снэйча Как аккуратно он прорвался в спину Своим оппонентом Минус от Изи Кейли От Снэйча Падает пола и стил В итоге остается один против двоих Изи Кейс Без китов Но благо удается справиться Кусти с ним И это 2-0 команда Торгет начинает неплохо Пока что за защиту Так, дорогие друзья Пожалуйста, скажите мне Поставьте троечку в чат Если как бы меня слышно Четверочку, если вы меня не слышите Хотя вы меня, само собой, не услышите Тогда, если меня не слышно Но и... И-и-и-и-и Вот Вроде как по звуку Сориентируйте меня, если что-то не так Но я вроде как все Примерно Примерно сделал, как оно должно быть Если я правильно понимаю И Фурлан тоже, кстати говоря Понимает, что нужно делать в этой игре Попадает он по полу Сносит 99 холлспоинтов И неприятное начало раунда Для команды Торгет Потеряли они очень много холлспоинтов на своем тиммейте Но в целом ситуация это не меняет И у команды Торгет сейчас будет Такой вот Слабоватый бай по гранатам и Двайсам Потому что присутствуют Фамаса и Скаут А, соответственно, команда Эггол После получается Второго раунда Закупается еще Явик со вторым армором Что неплохо Спасибо, спасибо Слышите меня Шик, вот это вот, это хорошо Это хорошо, потому что Так оно и должно быть на самом деле Ну и минус от пола по фуру Но пейчар забирает пола Кусты забирают пейчара в ответ И в целом пока что команда Эггол Оставляет себя во временной ничьей Ну, вопрос Минус от ТО по Эзи Кею И минус от Снэча по Кусте В итоге Свэг делает Пусть по ТО, попадя сверхнизу И минус от Груби по Свэгу 2-1 И поляки врываются с первым раундом Теркс, а что у нас по пикам получается, да? Что у нас получается по пикам? На самом-то деле Тут будет Обратить внимание, наверное, стоит на мапу Потому что команда Торгет с Эггол Умеет примерно одинаковую мапу В целом Я так полагаю И вот там Сзэшный бай в исполнении команды Торгет После первого уже слитого девайсного Неприятно, ну а что поделать? Ничего другого подложить пока что нельзя И пола находит Минус по пичару падает Первый игрок команды атаки И террористам придется теперь Выходить из этого положения Все-таки меньшинство как-никак И под Б базу выходить тоже просто так Не стоит Хорошая флеш на ловер Груби Груби метис с Фурлоном Выколит на Эзеке Который в бланде закрывает Груби И далее проход на флэнт Уже не реализуется В конечном итоге Размен от Фурлона и Снэчи И знаете ли, поляки Могли бы встрять на самом-то деле Да, если бы и Снэчи Но он сделает больше минусов Но Стил вырывается на ноги Забирает То и Фурлона В итоге Все снова переворачивается С ног на голову И Стил падает Разменят Снэчи Также Разменивается Свэг И это 3-1 Команда Торгет Взяла Инфы по пикам У меня даже до сих пор Нет Вот то самое чувство Когда ты приходишь просто Приходишь просто Смотреть КС И не понимаешь Что вообще происходит Где Где хоть что-нибудь Что-нибудь И мы с вами видим Что команда Эго Не брезгует Сделать такой же Вот Форсбай Со скаутом АТО И 4 ЦЗшками Это действительно Очень интересно Ну какой биф Через сотку Пичару Забирает пола Стил Отстреливает грубее Свэг Рывается вверх-вниз И стил уже предварительно Забирал Пичара В итоге Эго Втыкаются И ЦЗшки Сейчас остаются с носом Потому что выход через сотку Был законтролен И ничего не поделаешь В этом направлении Выход под Аплентом Уже будет проигранный Минус от Снэча По стилу Эзи Кей Размен То 1 в 3 Минута времени Он без бомбы И придется Придется делать Ну хотя бы еще один минус Чтобы серьезно Насолить экономики защиты Он забирает Эзи Кей Ровно по Локотку Ох-ох-ох-ох-ох Что же будет дальше Тут Свэг На подходе В сотку Тоа Тоа ждет Вроде как этот подход Но к сожалению Свэг был здесь сильнее Но к сожалению Команда Игоу Само собой Вот И пока что Он на трене У Игоу Не все так радужно Как хотелось бы Эх Мне бы реально Хотя бы хоть чуть-чуть Мапула Посмотреть Реально Чтобы понять Чего нам вообще Ожидать от этого Best of 3 Потому как Игра может оказаться Очень веселой Но даже на HLTV Нет никакой информации Что как бы Забавно Забавно Но ничего не поделаешь Ничего не поделаешь Бывает Бывает Ну и пистолеты Без армонов Для команды Игоу Два по 250 Три глака В целом Команда Торгет Имеет полный Бай У них есть Два кольта Фамас Морковка И АВП Для кусты Что тоже В общем-то Неплохо Ну и Соответственно Сейчас Снова Аналогичный Раш на АБ С пистолетами И малым количеством Раскида Хотя его уже И нет Всего лишь Одна флешка Был бы какой-то моутов Чисто гипотетически Можно было бы предположить Что очень хорошее Может случиться А пистолетка Но Груби Сбирает С вами Этри фрага И Зи Кей делает Минус 3 Груби Пинчар падает Нарона Вместе с Фурлоном И минус От Зи Кей Потом на Эко Снова Снэчи Просочился на тормоза Но Будет ли в этом Какой-то смысл Он видит четверых Грубо говоря И вот сейчас Будет свежий кабанчик В исполнении Снэчи Минус Зи Кей Добавляется В перестрелке С полу И это 5-1 И команда Торгет продолжает Брать раунды Но Дело такое Трэнпик и гоу Вот Как даже Откуда Откуда у вас Такая информация Откуда у вас Такая информация Потому что у меня Даже Даже такого нет Эх Печальненько Печальненько Вот АВП Отснэч Хороший Первый Бай Надеюсь Что для Ребята Это В принципе Будет Более-менее Хорошо Реализовано Изи Кей Уже Начинает Пропиксировать Здесь До Снэчи Но Не получается Не получается Хорошую Перестрелку Завязать Поначалу Да Действительно Снэч Очень опасен Но Потом Изи Кей Его Переигрывает Через Первый Вагон И Энтри Фраг Снова За командой Торгет А далее Нас С вами Ожидает Неприятное Если Уж Зелень Таки Прорвут То Скорее Всего Команда Торгет Попадет В небольшой Просак С другой Стороны Бомба Упала Около Сотки Ее-то Недавно Выкинули И вот Сейчас Фурлан Ее Поднимает Вместе С ребятами Они будут Пытаться Проходить Через Аллею Тут Уже Стилус ВП Готов Чекать По Пикселям И Оу Какой Хэдшот От Груби На Перетярочке Минус От Груби Минус От Пола И В итоге Фурлан С Груби Остается Вдвоем Прошедая Минус От Груби Еще И По Эзи Кей Как Он Это Делает Сколько ХП У Него Остается Как Он Живет И Минус От Пола Не Залетает В итоге Пусто Остается Последним Ну и что же Два Человек На карте Осталось Фурлан Вместе С Кустой У Куста Есть ВП Куста Есть На карте Это Хорошо Ну и что С китами И киты Как же Он дернул А ведь Вы только Вдумайтесь На самом деле Фурлан Сейчас Отдал Очень важный Раунд Пока я тут Пока я тут Все таки Еще до сих пор Отвлекаюсь Да По названию Трансляции Я в курсе Ребят Но как бы К сожалению К сожалению Я не могу Ничего Паде в данной ситуации И вообще То что я Запустился Это какое-то чудо На самом То деле Но Благо Благо Все хорошо Не по моей Вине Я не могу Поменять название Трансляции И прочее Так что Извиняйте Извиняйте Я Сделал Все что смог Вот 6-1 Команда Торгет Команда Торгет Да Соответственно У них Хороший Такой вот Сочный Обыскал Бай За исключением Фомаса Для свэга Но тут Такое дело Кому-то может быть И Фомас больше нравится Опасный момент Касательно Вот 5-б Апарты И команда Эгоу Сейчас-то на самом деле Подходит к б-пленту Где у них особо Ну не будет никаких препятствий Да Вот такая вот Свеобразная стратегия Свэг будет Далеко-далеко За Красным вагоном За тройкой На базе б Раскидка на выходе И очень серьезный Такой продув Гранат В итоге Защита Сразу же Стягивается Но команда Эгоу Уже просачивается На плент И вот бомбу Все еще не установили То в упоре На пропете То сейчас Может сделать Просто колоссальную работу То Эйзи Кей забирает фурму От PHR ловит Эйзи Кей Размен от Свэга И снова Ситуация Меньшинство для поляков Снэчи закрывает пола В итоге 3 в 3 Нужно делать минус С Кустин Он промахивается Стил забирает Груби И это 2 в 2 После опять же Через разменов И Стил Закрывает Снэчи То 1 в 2 Стил 7 хп И Куста Ставит точку В этом раунде Это По идее Седьмой раунд Для команды Торгет И ребята Продолжают вести в счете Но с постоянными потерями Что как бы на экономику Может действительно Повлиять в конечном итоге Что как бы Будет неприятно С одной стороны С другой стороны Счет они зарабатывают И это тоже Тоже своеобразный Такой вот Плюсик Так Ну и что же 5 калашей Для команды Эгоу А команда Торгет В свою очередь Получила Получила АВП И Три кальта Садим к вашу По идее Полторы минуты Времени Дефолт Наверное Снова 4 плюс 1 Аналогично Предыдущему раунду То есть Американцы Себе не изменяют Довольно таки Хороший Такой Дефолт Получается Но Тапленд И скорее всего Команда Игол Снова Наткнется На неприятности Здесь Если очень хорошо Сыграет стил В этом моменте В поджиме сотки Ему можно Сделать минус По то Он это и оформляет Далее еще и пик И пичар Но пичар Как будто бы Был к этому Не готов Пола Эйзи кей Два минуса Сверху Снэчей Хоть и один раз Смену этого Мало И команда Эгоу Снова Наступила На те же Самые Грабли Это Апленд Который Они Снова Не могут Реализовать С выходом Ну вот На таких Своеобразных Таймингах Неприятно Так Пауза Таймаут Да Надо бы Таймаут Написать Все хорошо И первая Пауза От команды Эгоу Поляки Придумайте Что-нибудь Поинтереснее Ваши выходы На б Весьма Весьма Неплохо Работает Поначалу Но вот Удержания Плэнта Не хватает Не хватает Очень серьезно Я бы хотел Взглянуть На что-то Более-менее Адекватное В их исполнении Какой-нибудь Поинтереснее Подход Возможно Даже стоит На девайсах Реализовать Тот же самый Проход От Снэчи Который Он неоднократно Умудрялся Оформлять На экономических Пистолетах И сейчас Мы с вами Видим Что Анпауза Подлетает Матч из лайв Все вроде как Становится На свои места И команда Торгет Продолжает Лидировать В счете И иметь Полную закупку Правда По экономике В случае Проигрыша А будут Некоторые Неприятности Но в целом Ситуацию Можно назвать Комфортной Для американцев Чего нельзя Скать про поляков Которые на трене Вроде как Тоже что-то Да умеют Но Пока не Показывают И видно Что топ Ичара И фурон Все еще Не проснулись На данный момент И фурон На парт Ичар В сотке Хороший Раскид гранат Под аплентом Уже был реализован И цзбай В исполнении Команды Гоу К апленту Сейчас уже Будет выход Через сотку Аналогичный Что мы с вами Видели до этого То забирает Стила Куста Благодаря ассисту Стила Простреливает Снэч На апленте Падает пола Хотя он был В позиции Давным-давно И фурон Еще и ловит Из Икея А вот это уже Проблема 24 Нужно еще и забирать Новую девятку Падает Куста В итоге Команда Лишь может Надеяться на Свэго Который В свою очередь Наверное Пока что Вряд ли что-то Сможет изменить И уходит на сейв Уходит на сейв Будет ли в этом Смысл Но как бы Да Возможно В этом и будет Смысл На самом-то деле Видно что По экономике Только лишь Из Икея Могут быть Какие-то проблемы Свэк Дропнет ему Фамас Пола себе Тоже Фамас Купит Ну а сейчас Сами по себе Имеет неплохие Валютно-запасные фонды И далее Будут уже Работать Свэк Повертуа Свэк Один в три Свэк начинает Агрессировать На аллее У него тут В упоре Пейчар Который Как мне кажется Неожиданно Весьма И второй раунд Для команды Иго Вот смотрите После паузы Полякам Таки удалось Выйти На По сути Апленд С пистолетами Взяли Неплохой Раунд Для себя И вот На паузу От команды Торгет Проиграли Они Только лишь Один раунд После серии И шести Подряд И снова Теперь стоит Подумать Только несколько Другой Команде Куста И компания Будут прикидывать На что они Способны В этом раунде Да Две девятьсот Изи кей Остальные Вроде как Были готовы К баю Но Принято решение Сделать Экономически С пистолетами И арморами Дабы закупиться В следующем В принципе Для такого счета Это хорошее решение За исключением Того что В принципе Опять же таки Можно было бы Сделать бай Изи кей Там На эти Две девятьсот Купив Ту же самую ЦЗшку Второй армор И большое количество Гранат С дуфу с пакетом Был бы ничуть не хуже Но не решили Так сказать Рисковать Решили Отойти на полный бай И вот что будет С полным баем У команды Торгет Спустя Пистолетный бай Безусловно Они сейчас могут его реализовать Более чем Это На защите трейна Очень хорошо будет Скорее всего Показано Если атака берет Экономические вырывы На аплент То о чем можно говорить Защита Тем более В позиции Может стоять На префаерах И уничтожать Своих соперников Минус от снэча По стилу И снова Энтри фраг Для команды Эго И они будут продолжать Скорее всего Продавливать аплент Если удастся сделать Еще один минус И минус от снэча По кусте Тем временем Уже ситуация Пять в три И команда Из Польши Начинает уже И азелень давить Минус от О По полу Эзи кей на точке Свэг Перед двадцаткой Падает от пиечара На пленте Последние эзи кей Из тузешки Забираю И фурлан Делает свой размен 8-3 Команда Эго Продавила Аплент В очередной раз Благо Сейчас Будет Закупка Для команды Торгет Причем Довольно-таки Фуловая Но вот Не все Не все Видимо знают Что против калашей Второй армор Не спасает Хотя там МКУ Пинчара В остальном Конечно же Два калаша И два кальта Самое-то интересное И АВП для снэч И время пошло Есть у нас Энтерфраг Для команды Торгет АВП от куста Реализовано Приятно Приятно Это видите Слышать На самом-то деле Что действительно Куста Попадает И для команды Защиты Это очень важно Что снайперская Бинковка Действительно Работает А не как обычно Бывает АФК Или что-то еще Это мы С вами видели Несколько ранее От команды Торгет Если вспомнить Последнее Расплубление На отборочных То там Было все не так круто Для кусты В общем и целом Но Пока команда Торгет Более чем хорошо Играет Из ИК 15 на 9 И в целом Остальные его тиммейты Идут наравне И аналогичная ситуация У команды Гоу Два таких Вы знаете Особо выделяющихся Игрока И соответственно Кто-то Играет в роли Догоняй Снэч Тем временем Отловил Изякия Далее Свэк Работает С 9 Но По-прежнему Верхняя волна Еще не продавлена Террористы прошли На Аплент Останавливают Пакет Сотку Все это время Тушат стил Но оттягивается На позицию Аплента И в итоге Все через ПТ Полу Куста По минусу Снэч взорвали Прострелили Фурона И Груби С Пичаром вдвоем Причем Груби Прошел в смог Минус от Груби Один в два Он за собакой Собака Здесь очень Неприятно Мород сыграет Против команды Торги Трич Пичар Забирает стила В итоге Куста Один на один Времени Опять же таки Всего ничего И Пичар Будет страдать Очень серьезно И вот Взрыв бомбы Разведет Разведет мосты Между этими Думя игроками И четвертый рамб Для команды Игоу Ребята Начинают Разгоняться Просыпаться Понемногу Кмалей Ну что ж Четыре раунда Преимущества На команды Торгет Остается Неполная экономика Куста До своей ЛВП Остальные все С пистолетом Без армуров Играет В составе Команды Торгет Два дегла В 250 И Юс Опа Пропрыжка Наулафа В исполнении Груби Куста Что все таки Еще смотрит На проход Свэг В районе Верхниза И укрепление На пленте В исполнении Опять все таки Защиты Да, ребята Должны сейчас Понимать Что уже был Реализован Проход через сок Пусть падает Зелень На исполнении Стила И Снэчи Закрывает Свэга Куста Пиэчар По размену Есть подход К пленту Есть пробитие От кусты Падает Пиэчар Изи кейс Юспом Смакар Сыграет Руби Или нет Какой провал Команда Торгет Сейчас Не смогла Удержать Укрепление Моплент И По экономике Выходят На очередной Байк Уста Правда ВП без армора Но Благо Покупаются Гранаты И этого В принципе Может хватить И стиль команды Гол начинает Работать На самом-то деле Против американцев В защите Подходы К пленту Теперь не кажется Каким-то Совсем Грустными И безидейными Простые раши Через сотку Уже не оформляются Поляками Что не может Не радовать Да и в целом Карта Дотрейн Набирает Оборот Если Изначально Полный развал Там Типа 7-1 Да Правильно Я помню Ну 8 И 4 раунда К ряду Для команды Го Это очень Сильное Заявление Ну и минус Ацвега По фуру Ну На б-базе Все-таки Как-то Солоновато Решил Выйти товарищ Фурлон Неприятно В сотке Пичар и Груби Вдвоем Тут будут пытаться Сделать с морепогоды А с нэчей Вместе 100 Через зерень У них тут тоже Есть свои Приколы И вот проход Теперь на 55 Секунде Аллея продавлена Тройку Затачи Калипичар Забирает полу На выходе Из сотки Далее проход Под аплент Уже все еще Нереализованный Но Надежда Умирает Последний Никак Минус От пичара По языке Не палился Кусто За красным До последнего Момента Груби Выходит Прифайром Забирает его И Снэч Забирая Свега Оставляет Стил Одного Против Троих И он Он падает А то 8-6 Команда Эго Вернулась Команда Плэнт Стил Выстраивается На Вторую Линию Эйзи Далее В рамках Команды Спрещен Видимо Эго И там У команды Торгет Все меньше И меньше Шансов Будет За атаку Ну и Простые Пистолеты Без Кевларов Для команды Торгет Грустно Грустно Ну а Что поделать Фурлан На Приемке Нижней Линии Тут будет Стоять С фармганом Пытаться Как-то Принять Это направление Б-плэн Как-никак И Полторы Минуты Времени Занятие Б-точки Через Гранаты Команда Торгет Просто Врывается На Вернул Волну Минус От фурла Минус От круты И в итоге Плэн Все еще жив Это неприятно Бомба устанавливается Смот Но Стива могут найти И не дают поставить бомбу Грустно Забирает Эйзики И счет становится 9-8 Окей Да, друзья Всем привет Немножко завтыкал по времени Поэтому пришел Прям как в разгар Событий Команда Игои Торгет Вкратце Расскажи Что было Интересного Здесь Первая половина Очень плотно 8-7 И будь добр Пожалуйста Залогинься На Твич-аккаунт И поменяй название А то люди А люди негодуют Что за название Почему Гамбиты Играют сейчас На Твич Почему Гамбиты Да Почему Гамбиты Это сложно Нужно Парольчик Прям взять А вот я об этом И хотел спросить вас Но К сожалению Не судьба Конечно же Нам с вами Вменить название На данный момент Но Есть 4 Калаша И ЦЗшка Для Стива Как-никак Снэчи С ВП На базе Б Пытался Законтролить Вот да Не попадает Он с ВП Пичар Пола По размену На Апленте В итоге Минусы от фура На базе Б Попадает Стил И Вот еще 3 в 4 Эзи Кей Куста И Пола Против 4 игроков Защиты Как-то Зашел здесь Он был чекать Бомбу видит Может еще одного Зачекать Но Можно выбить Пленту Не видит никого Больше Они уже прошли Туау Устраивается Оппонента Эзи Кей Куст на размене Снэйч Оформляет Кусту Это 2 в 1 Неплохо Эзи Кей Он бы раздамажит Но получается Фраг от Груби 80 Команда Эго и Спортс Выходит вперед То у команды Торкет Нет денег Но это похоже на 11 И в защите Эго на трейне Очень даже могут Неплохо поднабрать Для них эта карта Более чем удобный вариант Но Торкет является Явным здесь Аутсайдером Что вчера Что вообще в группе И наверное Даже на турнире Они прошли через Казалось самое сильное Команда Северной Америки В своем дивизионе Вот Эго и Спортс Вчера тоже Не показали Должных результатов Против команды Годсент Хотя это Старые враги Которые сражаются Очень долгое время На протяжении Уже наверное Года друг с другом У них там Очень равное положение Годовое противостояние Интересненько Там прям Фейс-то фейс Фейс-то фейс Там очень серьезно Там 20 матчей у них было И 21 вчера состоялся И это И как тебе? Ну Слабовато Эго выглядели Поэтому я думаю Что шансы Торкет На хотя бы одну карту Есть Либо они очень сильно Поборются против фейс-бол Трейн Инферно Оверпасс Трейн Пик Команда Эго Но Инферно Эго Тоже хорошо играет Там очень хорошо Они обыкнуты Команды Коцент И много других Коллективов Поэтому я не уверен Что Торкеты Смогут побороться И на Инферно Так, окей Выход на базу Б Через нижнюю линию Просто пистолеты Без арморов И Фурла Ловит нас Пул Падает также Из икейс Отборил снэч И чар Знаешь Когда вот Пистолетами Дают зайти Еще и бомбу Поставить Как-то грустненько И касательно Вот самого товарища Пола Тут подошла информация Что на английском стриме Все-таки Поя говорят Вот знаешь Вот как-то Было уже такое Что говорили Что Поя Вроде как С английского А с По-моему То ли португальского То ли испанского Вроде как Пою К сожалению Я такого не слышал Надо будет послушать Поэтому как бы да Но Пою Полу Написание одинаковое Только прочтение Разное Так-то Так что Чертова знает Ну так-то Вроде считается Как Пола Да и на ХЛТВ Стоит Пола Как бы Поэтому Мы не при делах Это сложная ситуация Как это правильно Произносить Много было споров Вот пример тоже Летний или Intel Все-таки узнали лично Поэтому пока мы Лично не знаем То вряд ли будем Либо пока не пойдет Редактор Скажет Типа Ребята Ну пою Да Печер На верхнизе Принимает двоих Стил выходит Но не дает размен Не палит пока свою позицию Смоук есть А вот взорвать нечем Хотя конечно Может быть Тиммейтов Какая-то помощь Видимо Молотовых Могут примететься На верхнизе Но там уже Товарищ может уйти Просто наверх Налезти На сейвиз И стил На вот так Там пофурлана Но грубия Ответочка по стилу Куста Дает также минус Это 2-3 Битый Печер Половинчатый Куста Но Флешка На команду Торкет Планет Умеется на руках Но будет очень сложно Зайти Этот Аплент Это вообще просто нечто Команда Игоу Проигрывая С счетом 8-1 В первой половине За атаку Начала делать Очень интересные Выпады В сторону Аплента И знаешь Команда Торкет Решила повторить Их судьбу Потому что Именно в самом начале Поляки Также выходили на Аплент И умирали Просто выходя из сотки Они не могли ничего поделать Они врывались Типа на Аплент Говорят Пацаны мы здесь И просто все Линия обороны Не была пробита ни разу А потом взяли паузу И после этого Пошел камбэк И 6 раундов к ряду Игоу просто Как вот сходу берут Ну как мы видим Пока не получается Торкетов вообще раунд взять Игоу проснувшись Понимает Что сейчас Там матч Может быть даже На вылет И соответственно Вот Такие поляки Грозные Которые Ну вообще Наверное На турнире Являются Одним из фаворитов По сравнению С командой Норс И командой Может быть даже Империал Командой Гоцен То есть Есть кому пообороться А вот Тут уже Пичер все-таки Вышел в спину Ждал его До последнего Но не смог Организовать В тот самый выход И секунду С вега Бомба лежит Но ему не хватает Времени Да мне кажется Что-то зажать Должны его После таймера Даже не дайте Засырить Ни в коем случае В итоге убирает До этого Момента 12-8 Команда Гоу В целом Пока Команда Торги Тоже в свою очередь Ничего в атаке Не показала Мы с вами можем Видеть что У ребят 5 раундов к ряду Проигрыш Как бы Надо что-то делать Надо что-то Уже 11 в общем По паузе Команда Кстати говоря Используется Что это вторая пауза Для торгета И у команды Гоу Будет случай Если они возьмут Тоже вторая Вот Я думаю Что стоит Наверное Закрыть тему Аплента Очень тяжело Как-то дается Командам Прям вот Стартовый матч На Апленте На этом трейне Как-то Подбей базу Там через смачки Там Выход через верхнюю волну Но на крайняк Закинуть Застановок из очка В смок На плент Поставить бомбу И в четвером Остаться на беопатах А потом моликами Закидывать по кулдауну Чтобы вообще Не было шанса Ну там правда Смока Дело такое Но Как в уренте Ну ты видишь В прошлом раунде Они прошли пи-чера Который сделал дабл Вот если бы Вышли Наверх-низ Тогда бы сплит получился Но Как я вот Заметил Пока что не особо Зеленка Проходится командой Торкет Они вроде как Пытаются занимать Но особо туда не идут Эггол тоже Зеленево Особо не пользовались Ну так пожалуйста А почему Там же есть выход Возможность На линии выйти Попробовать Зажать сити И выйти Так же с бетоном На точку B Через баньку Ну что так Как-то команда Очень действительно Людейная А просто На б-базу У них все гораздо проще Они берут Раскид дефолтных гранат И выходит Вот так вот А если работает Как бы зачем Что-то менять Это логично И в этом плане Команда Эггол Смогла осилить Все-таки Лучно они на счет 8-7 А вот что будет С командой Торгет Я вот боюсь Что именно Американцы Сейчас Потеряются На трейне И только лишь На Инферно Мы с ними Что-то увидим В общем и целом Но вот Насчет трех карт Я бы поспорил То есть вот Маппул Который я рассказал Я сам только что взял И изменил свое мнение Потому что Узнав про Инферно Я подумал Что только Шансы есть Но их немного Скажем так Потому что сейчас На трейне Должна быть борьба За атаку И как мы видим Они ничего не могут Предложить Абсолютно своим оппонентам То ли не готовили Трейн То ли Что Ну вроде в Северной Америке Играли трейн Я конечно еще посмотрю Сейчас Эта информация Что-нибудь вообще По трейну Вроде и Северная Америка Да Коллективы совершенно Разного уровня Опять же Возьмем Северная Америка Европа На Иго Находится у нас Очень близко К топ-10 мира Сами по себе И Торкеды Которые вроде бы Начали играть в форму Но что-то не тону Зажималочка От Руби Еще и прошел Там очень сильная Эзи Кейт Там 20 хп остается у Американца Но Пола Последний выживший Покупает Незбородина И Фурлан Здесь не прощает Не ну 5 раундов преимущества Команда Эгоу Снова заставляет Торкед пошатнуться По экономике 3 500 3 550 У двоих И В этом плане Неприятно Покупать Галилы Смысл Ну Действительно Счет неприятный И ставится пауза от стила А вот этот момент Наверное Станет переломным Тут либо Эгоу Выходит на финишную прямую Взяв 15 Либо Торкед все-таки Еще что-то смогут Противопоставить Ну так чисто вот Ну вот как-то Я даже не знаю Может быть сейчас попытаются Взять А техническая еще пауза Да после этого Еще будет техническая Эти искусство Потому что надо бы Что-то там Проинспектировать В мышке В мониторе И тому подобном Но Как бы то ни было Еще как раз У меня есть время Даже на то Чтобы посмотреть Что вообще на трейде Творится у команды Торкед Потому что Ну В атаке Видим вообще Полный голяк Ноль Зеро О Нашли паузу Вылетает у нас один товарищ Ну давай Что там по трейн Раскладик Торкед Играли трейн Играли трейн Всего Пять раз? Восемь раз Восемь И процентаж Выгрышей Больше 60 Примерно 62 А против кого Они играли? С Волл Патрол Или что там у нас? Примерно да Такие команды То есть С Волл Патрол Возможно даже С командой Юнайтед Но Тут тоже Не точно Вот я буквально Уже открываю Инфу Где у нас карта Детрейн Ну ладно Ну ладно Да, как раз таки С Волл Патрол Проиграли 9-16 Команда Мистик Им проиграли 3-16 На квалификациях КСЛ Ван Кёльн Буквально 3-го мая играли Опять же Выиграли команду С Волл Патрол С очень большим трудом Обыграли команду F1 Рейс Кар Пик Но потом снова Проигрывали команду С Волл Патрол 3-16 Обыграли Блэкаут И Дигнитес Но Дигнитес Не та команда С которой там можно считаться Комплексити обыгрывали Ну это было давно небось Это был Апрель месяц Не, вру Март Март месяц Ну То бишь давно Скажем так Ну вообще да И соответственно Для тех кто спрашивает Нет, это не Best of 5 Это только лишь матч На выбывание Из группы А Это Best of 3 серии Эго и Торгет Далее на этом канале Будет Hellraiser Против кого? Против Годсант Или Годсанты уже вышли Из группы С первого места Просто как бы У тебя есть шанс Посмотреть Хелл ТВ на кампе А у меня нет Изи Сейчас все расскажу Все покажу А почему на кампе не посмотришь Быстрее же будет Так нормально То есть Hellraiser Против Imperial А, Imperial Ну вот знаешь Наверное Hellraiser Против Imperial Будет очень весело Смотри Ну с той формой С которой вчера подошли Imperial Когда Кирилл Карасер Бегал на пятом раунде С минус 1 5 Так ладно Это лучше чем вчера Ковач Владислав Устроил 0.0.15 0.16 На локзала Так что Давай не будем На плохом Нет Вчера очень плохо Открыли вообще Hellraiser Взрывает Взрывает Также Туао Проходочка по зеленке Нос Отличный молотов Там еще и флешка И команда Торкет Попытается Выбирать И переживает Группе Но разрыв В счете Шесть раундов И карта Трейн Очень Нередко Комбечится Именно в этом Моменте Вот по счете 14.8 14.9 Команде Торкет В свою очередь Нужно взять Сколько там Получается Ну Много Скажем так Из-за хорошей экономики Потому что Пичар 13.000 Я на самом деле Думаю Что чуть поменьше Будет у него И вот он Энтри фраг Для слега Забирается На яче Снайперск Ну что Трифтри Возможность Поставить бомбу Отыграть Вот Ритейк Группе Находит Свега Брэксон Падает Бомба Не выходит Потому что Боится И не понимает Что же делать Пола На пленте Замечает Пичар 2кп У того Молдов Полетел И Пичар Еле-еле Живой Нужно ждать Тиммейтов Но бомба Все-таки Под аплентом 2кп Остается Еще и пола Пытается жить Тиммейтов Уже 2 игрока Взрывают пола Стоит Последний Изи Кей 1-3 Находит Фраг Путающий Подпрыгнул Пичар Также можно забрать Информация по нему была Но Изи Кей Не знает Ушел ли оттуда Уже оппонент Подходит Пичара Неплохо Груби Готов Видел Видел Пиксель Но не среагировал И это 15-й раунд Для команды ИГУ Какой же подряд ИГУ берут Начинать с первой половины Там по-моему Много 6 в первой половине Сейчас 8 14 раундов Кряда А еще он был 8-1 В пользу команды Торгет На пике соперника В начале Многие говорили Все Минус хата Минус почка А тут бабах И как бы Ну хуже уже не будет Хуже Так а на самом деле Коэффициент Наверное Такой себе То есть тут Как бы ну Нельзя сказать Что команда ИГУ была не фаворит Нет ИГУ здесь была Явно фаворит И остается им же Как ни трути Торгеты Были на протяжении Всего турнира И заведомо Ну да Примерно Троечка на торгет И ИГУ 1 и 3 Заметь Что сейчас ситуация 3 в 3 У команды торгет Все еще есть шанс выйти на план Полу закрывает грубий 2 в 3 Меньшинство Для защиты Охохохохохохохох Снэча и фурлан 2 снайдерские винтовки Минус от фурлана По смаку Падает полу Падает свек И стил 1 в 2 Где Этот Молодой человек Понятно Тоже лежит Ничего нового 16 в 8 И первая карта За командой ИГУ Дорогие друзья Напоминаю Что это Дримхак OpenTour 2016 года Студия Рухаблево Сдело освещает Олег Мингот Присоединился ко мне Андрей Шара Тоже с ним на связи И мы уходим На рекламную музыкальную паузу После которой Вернемся На Следующую карту Д Д получается Что это Я уже Я уже Присоединился ко мне Делаю